Миссию по награждению представителей, которые работают в данном учреждении и достойный вклад вносят в его развитие, совершенствование. В первую очередь я хотел поблагодарить директора «Великие моменты истории России» и пожелать вам также очень замечательно и прекрасно трудиться, как вы с начала старта, когда мы открыли данное спортивное сооружение, также трудиться и дальше проводить здесь замечательные мероприятия. Прекрасно, что наши кингисепские ребятишки посещают. И я могу сказать, что сегодня уже прошли предварительные слушания по бюджету и те деньги, которые необходимы для того, чтобы кингисепсы пользовались сегодня льдом, мы эти деньги уже закладываем в бюджет, они до вас дойдут и вы будете их реализовывать. Ямбургский уезд указом Екатерины был организован в 1729 году и сегодня к кингисепскому району Ямбургскому уезду 289 лет. С этой даты я вас поздравляю, желаю вам всего самого доброго, всего самого хорошего. Благодарственное письмо награждается Корнееву Иннеюдину. Поздравляю вас. Спасибо вам. Одно знаменательное событие в Российской Федерации, как вы знаете, в 12 часов было послание президента Российской Федерации. И в контексте этого я хотел бы сказать следующее. Меня очень радует это послание, но в первую очередь меня порадовала сама структура этого послания президента Российской Федерации. Почему? Потому что если мы посмотрим присутствующие послания президента, то там начинали с вопросов экономики, политики, обороны, международных отношений. И вопросы образования, культуры, медицины, они были, будем говорить, в последней части. То в данной ситуации получилось именно то, что для моей души очень приятно и хорошо президент Российской Федерации именно начал с проблем здравоохранения, с проблем образования, с проблем, так сказать, сбережения народа и нравственных начал. И более того, приятно, что у нас, вы сами знаете, что у нас в школу возвращается сочинение, то есть мы теперь уже не только будем детей готовить каким-то механическим моментом, но и действительно мыслить, мыслить, рассуждать и мыслить, это очень самое главное. И что еще хотелось бы отметить, мои первые ощущения, это то, что насколько было все сдержано, спокойно, выверено, то есть с такой убежденностью и уверенностью было это послание. Это свидетельство того, что действительно на сегодняшний день Российская Федерация, что бы ни происходило, так сказать, на международной линии, она, значит, уверенно чувствует себя. Но более того, я рад следующему, дорогие мои друзья, это то, что президент прямо конкретно, не какими-то аллегориями, не какими-то там намеками, а именно прямо конкретно сказал, что на сегодняшний день главная задача муниципальной власти, о чем я говорю с 2014 года, это благоустройство городов, их жизнеобеспечение, их комфортность, чтобы мы могли свободно передвигаться, открыли в экран, в нем должна быть чистая вода, у вас должен быть свет в доме и газ и все остальное. Конечно, вот это для меня, как для руководителя муниципальной власти, это одно из самых таких стержневых и главных, и я этим, конечно, в дальнейшей своей работе буду обязательно руководствовать. Александр Иванович, вот Вы сейчас наградили такую хорошую команду, которая организовывает все спортивные мероприятия в Олимпе, чья заслуга в этом, значит, самой команды и руководителей комплекса? Ну, я думаю, что если говорить, так сказать, по большому, как у нас говорят, гамбургскому счету, что если бы не было бы почетного гражданина города Кингисеппо и Кингисеппского района Ярлокова, Владимира Леонидовича, руководителя Еврахима, значит, Петра Ивановича Кравцова, которые за этим стоят, им нужно сказать, конечно, отдельное спасибо, что они поддержали вот эту идею администрации, локомотивом этой идеи, которая двигалась очень долго, вы знаете, что о строительстве ледовой арены в Кингисеппе говорили не год, не два, а десятилетие. И, конечно же, вот та энергия главы администрации Гешили Викторовича и понимание руководства фосфорита Еврахима дало вот такой положительный результат, поэтому, конечно, и мы и от Совета депутатов, и города, и района, и уверен, что от Кингисеппсов, которые уже скоро будут как год пользоваться этим замечательным льдом, конечно, огромное спасибо. Субтитры подогнал «Симон»